Всем привет! С вами канал Артмания. Сегодня у нас с вами небольшой букмак. Мы будем с вами пробовать новые продукты. Ну и конечно же обзор. Ну и болтушка, как всегда. Смотрите, сегодня я была в пятерочке уже. В последнее время я уже вам говорила, что я стала ходить в перекресток. Но сегодня я решила пойти в пятерочку. Заплатила всего лишь 300 рублей. Обычно я 800 плачу, но сегодня 300. Я даже, честно говоря, удивлена. И мне очень приятно, и подняло немножко настроение. Что я не так много заплатила. Так, сегодня я купила вот такие вот штучки. Мы с вами будем пробовать. Это сладкая вата. Здесь довольно хороший состав. То есть, если, допустим, раньше такие вот штучки продавались в фикс прайсе. Я помню, там состав был просто шокирующий, скажем так. С всякими добавками. То здесь такой самый обычный состав. Ощущение, как будто это, ну, как вот продается в этих всяких парках, вот, да, парк Гагарина, там, и так далее, детские, развлекательные. Вот засыпается просто, так, сейчас я найду. Состав, да, сахар, песок, сахарный песок. То есть, и все. Вот. Так, здесь у нас... Так, хранится он 180 суток. А сколько же тут вес? 100 грамм, что ли? Чуть не знает. Короче, ладно, стоили они 17 рублей в пятерочке. В принципе, из-за этого я и пошла в пятерочку. Думаю, надо что-то вам сегодня, вернее, с вами попробовать что-то новенькое, оригинальное. Думаю, пойду за сладкой ватой. Вот, думаю, интересно попробовать. Вот такая вот с картусом была. И вот с зайкой. А, там была еще другая была. Я хотела взять другую. Но, когда покупаете, обязательно обращайте внимание. То есть, когда смотрите вот так вот сверху, то там видно... Кстати, вот здесь вот видно уже. Там видно, что между самим пузыриком и сладкой ватой есть место. Но, видимо, может быть, это от холода, потому что я выбирала, у меня ничего не было такого. А когда пришла домой, у меня уже тут появилось. Тут более заметно, сейчас покажу вам. Видите, да, вот тут вот сверху прослоечку. Ну, ладно. Не в этом суть. Мы все равно их попробуем. Они довольно-таки симпатичные. Здесь прям такой классный зайка с бабочкой. Такой прям класс. Вот, а здесь... А здесь это какой-то злобный такой кактус. Я очень люблю кактусы. Но они такие злобные, правда. Так. Также мы с вами что еще пробуем? Ну, в принципе, я сегодня купила. Все, что купила, то и будем пробовать. Купила вот такие вот нагринцы. Куриные с сыром. В прошлый раз мы с вами их пробовали. Мы пробовали с ветчиной. А сегодня куриные и с сыром. То есть, те были как-то до конца непонятно. То ли там есть курица, то ли там за место курицы ветчина. Я люблю с курицей. Например, и с сыром. Ну, в принципе, вот такие вот я люблю. Хрустящие. Вот. Они стоили 79 рублей. Короче, 80 рублей где-то. И купила я две пачки. В принципе, как я хотела, так и купила. Почему я их покупаю? Знаете, удобно, когда, допустим, у ребенка есть что поесть. А мне, честно говоря, кашу вообще не хочется есть. Мясо там. Допустим, свое мясо я уже съела. Осталось мясо ребенка. И взять, забрать мясо ребенка. Мне как-то стыдно, что ли. Понимаю, что ребенку нужнее. То есть, ну, курицу делишь там пополам. Да? То есть, часть ребенку, часть мне. Не знаю, мне стыдно взять у него мясо. Не знаю почему, но я не могу. Мне не поднимается рука. И получается так, что я свое уже съела. А ребенок еще до сих пор свое мясо доедает. И как бы я остаюсь с одной кашей как-то... Ну, не знаю, мне не хочется есть одну кашу. Мне, в принципе, есть не хочется. Вот. А вот такие вот наггинсы, они реально помогают. Они спасают в определенные там моменты, когда особенно не успеваешь приготовить. Когда приготовить некогда. Их просто достал, разморозил и все. Поэтому купила две пачки. Даже, в принципе, можно было взять и побольше. Ну, сегодня мы попробуем. Если они мне понравятся, то завтра я еще схожу куплю. Потому что реально удобно. Вот. Здесь, кстати, есть разные. Есть с палочками еще. Кругленькие. Но такие, кстати, я у нас не видела. Ни разу. Это, наверное, где-нибудь, я не знаю, там... В больших, может, городах. Так. И все это мы с вами будем запивать. Вот такой вот фреш кола классик. Она стоила 25 рублей. Вот. Что-то новенькое. Со вкусом колы. Здесь пол-литра. В принципе, честно говоря, в последнее время я очень сильно полюбила кока-колу. Вот. Но больше всего мне нравится, кстати, со вкусом кола и лимон из фикс-прайса. Они там такие тоже маленькие бутылочки. Мне прям обалденно нравятся. Вот. Попробуем с вами такую. Что-то новенькое. Честно говоря, до этого я не замечала. Хотя, честно говоря, в пятерочке. Я уже редко бываю. Ну и, конечно, поскольку я была в пятерочке, я взяла такие свои любимые конфетки. Живинка. Они мне очень просто, безумно нравятся. Я долго думала брать, не брать. Думаю, вроде я взяла-то чуть-чуть. Думаю, сейчас как выйдет на 800 рублей, будет обидно как-то. Вроде ничего-то толком. Тут что я тут толком взяла? Ничего не взяла толком. Но 800 рублей. Нет, вышел на 300 сегодня. Но, честно говоря, я в шоке от того, что у меня есть карта. То есть, я когда дала карту. А, карточка у меня в телефоне была. Когда он пробил карточку, я смотрела туда на экранчик, сколько... Какая сумма у меня получилась. И когда карточка пробилась, я думаю, сейчас я увижу, будет скидка или нет. Ну, вроде как по карте, там вот пишут вот это. Когда-то бывает скидка. Когда-то не бывает скидка. Скидки никакой не было. Не знаю, честно, я разочарована. Когда в Перекрёстке мы с мужем покупали продукты на Новый год. У нас вышло в 3000. Да, в 3000 с мелочью. 3, 250 где-то вышло. Ну, там много очень брали. Креветки, там всё такое. Тортик там. Ну, короче, кучу всего набрали. Это у вас в предыдущих роликах, по-моему, я обзор снимала. Было 3200. И по карте скидки в Перекрёстке. По карточке. У нас вышла скидка где-то в районе 500-700 рублей. То есть это реально, это много. Вот это вот скидка настоящая. 500 рублей. Или 700. У него, короче, он заплатил 2000, короче, с чем-то. И вообще он был так в шоке. Правда? Мы уже там приготовились, всё, уже всё просчитали. Мы знали, что получится больше 3000. Мы их будем оплачивать. И, блин, это просто шок. И по карте ленты, кстати, тоже один раз у нас было. У нас скидка была 700 рублей составляла. То есть, ну, это вот реально скидка. А пятёрочка. Так, и сегодня же, конечно же, мы с вами, я надеюсь, то, что у нас не получится ролик, как вчера. Или там вот предыдущий раз, когда мы с вами болтали. У нас вышел целый час. Я потом посмотрела, даже чуть побольше. Я надеюсь, что мы много с вами не проболтаем сегодня. Если останется время, если слишком немного, то в конце мы с вами попробуем вот эти чипсы из светофора. И поковыряться нам надо с вами в конфетах. Там мешки с конфетами лежат, там очень много конфет. Если останется время, то мы с вами поперебираем их. Если не останется, то, скорее всего, я в каком-нибудь влоге вставлю. Так, ладно, не будем болтать. Давайте. Так, тут 300 грамм и надо 6 минут их. В микроволновке, по-моему, можно. Но они должны быть готовы, мне тоже, ко всему. Потому что, по-моему, в микроволновке с вами делали, то, чтобы либо в сковородке, либо в духовке. И опять коробка. Вот только сегодня мусор выкинул. Опять коробка. Кошмар какой-то. Так, ну здесь у нас их, в принципе, не так уж и много, не так уж и мало. Ножницы. Ножницы, конечно, никуда. Мне кажется, сейчас самые главные предметы на кухне и вообще в жизни, это ножницы. Обязательно. Или нож. Нож или ножницы, это обязательно. Что-нибудь здесь. А, пакеты куда складывать. Не все время, знаете, вот это напоминает ногу. Видно вам? Она реально похожа, как нога какая-то. Мне все время вот нога, кажется. Все время открываешь, и мне сразу в голове, о, нога! Тут еще хоть это, коробликами. Тут вот. Так, сколько я себе кладу? В прошлый раз, кстати, мы с вами их грели. Я погрела 6 минут, и они у меня были прям жесткие. Но они уже были размороженные. Здесь еще замороженные. Вот так, как их. Здесь так. О! Я сметану купить забыла к ним. Блин! Пошла за сметаной, забыла. Так, ну ладно, все. Погреем. Здесь попробуем. Так. Ну, я буду греть, наверное, погрею их 3 минуты. И потом потрогаю, посмотрим. И потом, может быть, чуть побольше. Как-нибудь так вот, я думаю. Так, все, пойдемте греть. Сейчас вам покажу. Посмотрю, хотела сказать. Заговариваешься уже на камеру. Совсем старой становишься. Разогрела. Хватило даже 2 минут. А я услышала, как они там шипят. Я думаю, надо проверить. Потрогала. Мягенькие. 2 минуты. Микроволновки. Но они уже, наверное, были не настолько заморозлены. Если из морозилки прям Маши брать, то, наверное, побольше. Наверное, как раз 6 минут. Так, они, в принципе. Так, сейчас они у нас пока остывают. Давайте посмотрим с вами. Кола Классик Фрэш. Так, что у нас тут в составе? В составе. В составе. Давайте я вам покажу. Так, сейчас где? А, вот он состав. Вот он, вот он, вот он. В принципе, кстати, вы видите, наверное, что он довольно большой. То есть, допустим, если я в фикс прайсе покупать те кола плюс лимон, не помню, как он называется, но там единственное 25-27 рублей стоит. Там состав, кстати, классный. Я реально была удивлена, но там нормальный состав. Вот, вот здесь довольно большой, даже Е-добавка, Е-500, а, нет, господи, Е-150-Д. Е-150-Д, вы представляете? То есть, значит, существует А, Б, С, Д. Да, что ли это было? Или Б? Короче, фиг знает. То есть, даже они, блин. Да, ну ладно. Иногда можно попить какую-нибудь гадость. Так, будем выпить в таком вот стаканчике. Так, где там она? А, вот тут у меня прям напротив волос видно этот стаканчик. Кстати, вы, наверное, заметили, сегодня я не единорожка. Мне показалось, что, скорее всего, вам уже надоели всякие эти единорожки, там всё такое. Вот, и решила просто взять свою любимую маечку. У меня такая вот любимая серенькая маечка. Прямо её вообще так обожаю. Честно говоря, я думаю, почему, когда я покупала, мне надо было купить сразу целый ящик. Этих маечек, вот именно вот таких. Вот они прям вот классные. Прямо, ааа. Вот двойная эти вещи такие вот покупаешь. Прямо, ааа, классно, классно. Вот эта вот маечка точно такая же. Прямо обожаю её. Я даже, кстати, её не стираю в машинке, чтобы она не растягивалась и не рвалась. Я её стираю в тазике, замачиваю. Потом там это. То есть, стараюсь к ней уже так трепетно относиться, аккуратненько. Так, не буду вас забалтывать. Что-то у меня тут вода делает. Перейдем сюда. Так, ну давайте. Будем пробовать. Збалтывать не будем. Честно говоря, я хотела купить грейпфруктовый сок, но поскольку я была в пятерочке, он стоил 160 рублей. Ничего ты не захотелось их платить, потому что если покупаешь в Перекрёстке, то там хотя бы со 160 рублей начислят вам сколько-то баллов. Тоже в какой-то степени рублей. То есть, это приятно, а в пятерочке это неприятно покупать. В пятерочке превращается в какой-то самый обыкновенный магазин продуктовый, который, не знаю, какой смысл иметь карточки. Кстати, пахнет как Coca-Cola. Интересно, у них состав разный. Так. Чёрная такая же. Я помню, в детстве был напиток, капель, ну как производитель лимонада, капель, назывался тоже колом. Такая полторушка, большая, стоил он тогда рублей 12 или 22, что ли. Я помню, как у дедули кранчила деньги. Дедуль, ну дай, ну давай лимонадку. Вот такой был вкус, он прям вот обалден, вот такой был. Если сейчас вот купишь лимонад, он просто какой-то цвет, допустим, чёрный, там, оранжевый, да, и сладкий. То есть, не чувствуешь никакого особенного вкуса, там, ананаса, допустим, там, чуть, ну не знаю, лично я не чувствую. То там прям прям вообще он был классный, я западала по нему. Ну, похож, кстати, на Кока-Колу. Такой похож. Ну, знаете, не то, что прямо от Кока-Кола, а похож. Ну, нормально, похож. Ну, да, похож. Такой Кока-Кола, он как-то, знаете, больше прям такой, ух, такой Кока-Кола прям, ух, такая. Здесь, в принципе, газированная, сладкая, не сильно сладкая. И есть, а, есть вот, вот, есть аромат у Кока-Колы, аромат. Ну, такой ничего, если, допустим, захотите Кока-Колу, аромат Кока-Кола почувствовать, но вам не захочется переплачивать, потому что, все-таки, вот такая вот бутылка от Кока-Кола, она стоит, это 25, а там стоит со скидкой 50, без скидки 60, 70, 80. Где-то вот так. То есть, переплачивать иногда реально не хочется. Можно даже перелезть в бутылку от Кока-Колы и пойти, пофорсить перед друзьями. Типа, смотрите, какой крутой, у меня Кока-Кола, жвачки, там, это, это, то можно так. Особо не отличишь, мне кажется, может быть, даже. Такой, ничего, нормально. Аромат есть у Кока-Кола. Подешевле есть. Его, кстати, хорошо брали, да, я забрала практически, нет, не предпоследний, ну, где-то третий, четвёртый, там реально был ряд, он наверху стоял, он был пустой. Так, ну ладно, давайте будем с вами пробовать наггинсы. Знаете, мне больше всего не нравится, когда вот их разогреваешь, то из микроволновки начинает реально вонять. Вот это мне больше всего не нравится. Вонять чем-то таким вот, именно вот фастфудом, каким-то таким вот неприятным, какой-то гадостью. и думаешь про себя, блин, зачем я купила? А когда уже так разогреешь, понюхаешь, вот так ничего. Надо её разрезать. Вам показать. Есть вот такой нож от этой вилочки. Мы сейчас им попробуем разрезать. Я им ещё никогда не пользовалась, ни разу. Ну, чё-то. Ну, чё-то есть подобие какой-то курицы. Такое прям очень-очень нежное. Скорее всего, это какой-нибудь куриный фарш, там, перемолотый, там, с чем-нибудь. Честно говоря, когда я первый тот кусок откусила, мне показалось, что там сыр среди курицы в виде каких-то маленьких кружочков. Мне так почему-то показалось. Поэтому я решила ещё и разрезать, но здесь вот не видно. Скорее всего, сыр где-нибудь сверху или по бокам, я не знаю, там, если ещё пожарить в масле, то он, наверное, будет ещё вкуснее. Но, честно говоря, у меня после масла посуду мыть не хочется. Обычно я... Если мне надо пожарить в масле, то я накапливаю те продукты, которые я хочу пожарить. Допустим, пончики, потом я хочу пожарить это, потом это, потом это, потом это, чтобы уж сразу и получилось экономно, и всё сразу сделано. Ну, пончики их сразу надо есть, пока они горяченькие, иначе они потом не очень будут. Вот такая, знаете, суховатая. Ну, в принципе, может, она так и должна быть. С этой стороны, вернее, в этом кусочке я вижу сбоку немножко сыр. Вот тут вот. Надеюсь, вам видно что-нибудь там? Может быть, да, наверное. Правильно я подумала. Ну, он мягкий, нежный такой, суховатый. Ну, в принципе, вкусно. Вот честно, вернее, допустим, перекусить быстро на ужин. У меня, когда ребёнок уходит к маме, мне, честно говоря, лень готовить. Я не готовлю, не убираюсь, ничего. Я просто отдыхаю. И, соответственно, поскольку я не готовлю, у меня еды нету. Обычно я иду в магазин, и что-то такое подобное покупаю, и потом сижу с вами болтаю. Потому что хочется отдохнуть, когда ребёнка нету. А ещё сидеть, вернее, стоять на кухне, готовить по несколько часов, чтобы потом поужинать. Не хочется, честно. Состав я хочу посмотреть. А, вот он. Ёкарный бабай. Офигеть там состав. Вот такой состав. Вот он весь, представляете? Вот она, отверх до низа. Это состав. Знаете, вот после состава, когда посмотришь, реально подумаешь. Всё-таки, мне кажется, раз она замороженная, то есть, ну, это куриный фарш, перемолотый там с чем-то, чтобы она была мягкой, да? И обжаренная просто в панировочных сухарях. Всё. Я не понимаю, зачем туда добавлять всякую химию, всякие Е-добавки. Здесь Е-добавки, сейчас скажу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Мне даже пальцы не хватит. Восемь я добавила, короче, пять. И ещё там сколько там. Да. Мясо куриное, вода питьевая, мука, пшеничная, соль, дрожжи. Ну, дрожжи-то зачем сюда? Они же не в тесте. Куркума, ну ладно. Краситель. Анна-то. Анна-то. Вы знаете, честно говоря, таких слов я точно ни разу не произнесу. Ну ладно, патока я ещё произнесу. Натрия там ещё чего-то, да? Анна-то. По-русски написано, слава богу. Краситель. Ну, краситель тут... Блин, что тут красить? Они же их жарили вроде, они сырые. Продукт плавленный с сыром, вода питьевая, заменитель молочного жира. Ну, это как всегда, масло растительное, пальмовое, рафинированное. Ну, пальмовое то, что-то. Пальмовое масло, наверное, жарили. То есть, они жарили, наверное, не... Кстати, стоят они без скидки около 150 или 170 даже рублей. То есть, блин, в принципе, это не так уж и дёшево. Так, здесь... Господи, не прочту. Анти... антикислитель. Сухой бизнес. Все, 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 все. Все, все, все. Антистабилизатор. КАЗЕИНАТ. НАТРИЯ. КАЗЕЙНАТ Представляешь? КАЗЕЙНАТ НАТРИЯ То есть обычно что-то там было натрия А теперь у нас уже и КАЗЕЙНАТ КАЗЕЙНАТ Ладно Эмульгатор, это я уже знаю словом ГУАРАВАЯ КАМЕДЬ Блин, я точно не... Не люблю, честно говоря, такие Сложно читаемые слова Причём тут шрифт довольно маленький И его реально сложно прочесть Короче, состав тут, блин, нет Это вкусно, конечно, но я не пойду покупать больше Что-то нужно всё-таки искать по натуральному Конечно, гораздо проще Обычно я, знаете, как всегда делаю? Покупаю фарш Варю рис Ну, покупаю сразу килограмм фарша Или даже побольше бывает Варю рис, делаю ёжики И потом где-то в мешочке по два ёжика я замораживаю И всё То есть, допустим, хочется покушать Но обычно я всё это опять отдаю сыну А сама сижу голодная Сама... Знаете, недавно в телефоне пришло сообщение Выберите любимый продукт Что вы чаще всего покупаете в Перекрёстке Я думаю, надо посмотреть электронный чек Что же покупаю чаще всего Ну, значит, смотрю, так, это я ребёнка купила Это ребёнка, это ребёнка, это ребёнка Ну так, а что же я себе купила? Стала смотреть сладости Там всякие каки Какие-то там тортики Какие-то шоколадки Какие-то там чипсы Там что-то ещё Короче, всякое говно Я думаю, блин, я ведь этим питаюсь Блин, и выбрать, какой продукт я чаще всего покупаю Я не могу Ну, мясо, наверное, скорее всего Мясо там реально купить дешевле, чем где-то там Мясо там Ну, кстати, видно тут Вот он Сыр, наверное, среди курицы Скорее всего Может, такой большой состав в сыре В сыре тоже есть состав какой-то Доело Честно говоря, я что-то так наела сильно Ощущение, как будто я целую коробку съела Хотя, честно, я не помню, сколько там было наггенсов Штук, наверное, шесть Что-ли Где-то так Так, доела Следующая у нас с вами Мы будем пробовать Сладкую вату О, здесь даже цифры какие-то Ба, а тут сбоку цифры Смотрите Цифра 3 Или подождите А, нет, это З, наверное З, заяц, что ли А здесь буква Ц То есть, блин, это можно поиграть с ребенком Допустим Подарили ему подарок, да? Потом спросить малыша Найдите здесь буковку И он так будет рассматривать Рассматривать Только спиртом обработать Не забудьте А то в магазине их там Трогал неизвестно кто А потом хоп И найдет Так, ладно Честно говоря Саму уже очень хочется Но, наверное Я хочу вместе Так, считалочка, да? Мы с вами, кстати, у нас в прошлый раз Была считалочка Про Зайчика Ну, по-моему, я никакие другие не помню Я помню про Леники и Беники Что-то сестра рассказывала Но я знаю, что она там длинная Дальше не помню Ладно, давайте про Зайку Не будем долго сидеть-капошиться Поехали? Один, два, три, четыре, пять Вышел Зайка погулять Пиф-паф Ой-ой-ой Потерялся Зайка мой На эту Я надеюсь, что я правильно посчиталась Но я посчитала неправильно Напишите мне в комментариях Потому что Ааа, по-моему, я сделала ошибку Так, этот откладываем Ну, второй купила, на самом деле На тот случай Если вдруг мне, ну, просто Ну, безумно понравится Первый Чтоб не бежать в магазин Потому что я знаю, что у меня бывает такое Так, ну и, конечно же Сладкая вата открывается чем? Как вы думаете? Правильно Ножницами Опять у нас ножницы тут То есть, вот так вот, допустим, вы купите И на улице вы ее Не покушаете Если только ее взять Вот так вот И в разные стороны Что ж такое-то Везде ножницы нужны Вот ножом неудобно ведь будет А ножницами как раз Я надеюсь, что даже ножницами Оно мне Не взорвется И не будет сейчас Вся кухня Вернее, весь кухонный гарнитур Сладкой вате Потому что в жизни бывает все Еще надо чуть-чуть Опа Сдулась Сдулась Смотрите Мягенькая такая стала Была-то она вот Такая Как мячик С ней, кстати, поиграть можно Я помню Мы с мужем раньше У нас игра была Такую, знаете, пачка Этих Как называют-то Не тряпочек А губки Губки Вот эти вот Для мы себя посуду Такие вот губки Была пачка 5 штук И я помню Как мы с мужем с ней играли Они реально так летают Классно Я ему бросаю Он мне Я ее так рукой отбиваю Другой рукой отбиваю Там так-сяк И она так классно летает Этого я не знаю Это вообще-то было что-то С чем-то Я всегда держала дома Одну пачку для игры Игровая С этой, кстати, в ватой Тоже, наверное, можно поиграть Попробовать Нет, ее дальше надо резать Ладно, буду резать с той стороны Да, ножницы должны быть чистыми Обязательно Опа Пахнет, кстати, сладковатой Ну, правильно, сладковатая Поэтому и пахнет, да? Какие-то там у нас звуки происходят У соседей Так Ой, я вообще думала, что я щипну сейчас Там звуки такие страшные Как будто у меня там на балконе кто-то копошится И все падает Иногда дома вот так, когда сидишь, одна Так страшно становится Так, давайте лучше ее на стол положим Упаковка старая Она, кстати, отрывается довольно хорошо И она, как будто у нее нажимаешь Вот тут вот она слепляется Как и, в принципе, настоящая вата По-моему, она еще и настоящая вата Текет, по-моему Или жара, когда она текет Или что-то такое Пахнет обалденно Вспоминать, знаете, сразу парк Гагарина Детство, карусели И ты там с такой огромной сладкой ватой на палочке Которая такая в бок перекашивает Она тает во рту Сладкая И, кстати, руки вот уже липкие Я помню, всегда, все детство Папа купит сладкую вату И потом у тебя такие липкие руки Которые не оба что вытереть И ходишь и думаешь, блин, что делать Ну, шла В следующий раз, когда я буду есть Я буду есть ртом Так И все Я даже прожевать не успеваешь Она просто тает во рту Классно Обалденно Иначе Придумаешь И вообще почти не чувствуется Мне кажется Та вата из детства Не так таяла во рту Правда, я не помню Напишите в комментариях Честно говоря, я уже давно Не покупала вату где-то в парке Потому что у нас она стоила Буквально пару лет назад Даже, знаете, так путем, что Летом она один год стоит 50 рублей А в следующее лето Она уже стоит 150 рублей То есть, блин, цена поднялась И, честно говоря, даже было обидно Я даже не покупала Из-за того, что просто обидно То есть все предыдущие годы Она стоила 50 А тут, хоп, вдруг В следующем летом Она 150 То есть, я подумала Ну, блин, ну нафиг Проще купить аппарат И сделать самим дома Когда берешь кусок побольше На небе, в принципе, остаются Какие-то такие катышки Камушки, хотела сказать Козявочки Вам так нравится это слово Козявочки Козявки Там можно не пожевать даже, кстати Если добавить какой-нибудь еще Сухой краситель То можно сделать с розовым цветом Потом Знаете, вот сейчас сидишь И про себя думаешь Можно, допустим, к празднику сделать На палочку одеть несколько Купить таких вот кругленьких Вата Деть на палочку Так вот три штуки На какой-то детский праздник Будет очень интересно смотреться В принципе, 17 рублей Это довольно дешево За такую вот маленькую Хотя, не знаю Посчитать Я не знаю Сколько весит большая вата По весу вот именно Если она там 100 грамм что ли То может быть, конечно, и дороже Хотя, фиг знает Не знаю Знаете, что мне стало интересно Сейчас я покажу Я хочу попробовать Смотрите Так, сейчас я не так вот Вот так сделаю Опустить сладкую вату Вот в этот напиток Что будет интересно Смотрите Смотрите, она и пожирает Просто Где моя вата? Где моя вата? Вы видели? Вы видели, что произошло? Ну просто я заснула Поскольку там она Как бы жидкость Плюс газированная То есть Эта жидкость Стала поедать вату Сначала чуть-чуть Когда заснула Чуть побольше Она про бусер Класс Она почти растворилась Больше всего Знаете, я боялась То, что сейчас Вот этот вот Напиток Вот так начнет Подниматься, подниматься Через края пойдет Больше всего Я вот этого боялась Что придет Сейчас мне тут все Отмывать Мыть Там и так далее Отмываться 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 Когда доедаешь, остаются вот такие вот белые штучки на руках. Честно говоря, и хочется слезать. Так, сейчас я помою руки и мы с вами продолжим. Это действительно вкусно, но в принципе вот такого маленького кружочка реально хватает. Я уже в принципе сыта, мне понравилось, вкусно, то есть в принципе иногда можно купить, но надо все-таки, я люблю очень математику, я очень люблю считать и все-таки нужно просчитать. Если кто-то знает, сколько весит настоящая вата сладкая, то есть в принципе, здесь-то вот они кстати маленькие, а вот та-то она огромная, где-то вот такая бывает. я не знаю, что такое, а, ну если ее немножко смяли только, не знаю, такой большой, может быть 3-4-6 таких. Не знаю, может дороже выходит, может дешевле, короче, фиг знает, я посчитаю, наверное, здесь надо сначала еще вес весить, знаете, то ли здесь 100 грамм, то ли не 100 грамм. Кстати, 400 килокалорий. Ммм, тут реально много, вроде как поел и в то же время желудок пустой в итоге был, вроде бы как поел, но в итоге как будто попил. Вот, получается у нас вот так. Так, ну время прошло не так много, такие мы с вами уже пробовали, попробуем мы с вами, знаете что, попробуем с вами вот эти чипсы, как раз соленые чипсы, сколько колы, будет просто смотреться шикарно. Я обещала вам попробовать эти чипсы в прошлом ролике, но у нас с вами ролик просто затянулся, мы очень шикарно с вами поболтали, мне очень сильно понравилось, вот, поэтому мы будем пробовать в этом ролике. Купила я их в светофоре за, сколько стоили они, блин, а, рублей 60, 80, может быть 90, честно, я не помню. Я помню, что довольно дороговато и в то же время дешево, потому что шла я светофор за своими любимыми чипсами, но в последнее время я их уже давно там не вижу, но я, кстати, хожу туда очень редко. Вот, обычно я бываю по осени и по весне, то есть как-то вот так, а зимой стараешься больше сидеть дома, не выходить ни в какие магазины, поэтому так. Ну и здесь, конечно, я в прошлый раз еще была, вернее, в предыдущие разы тоже была светофоре, видела эти чипсы, но как-то они мне не внушают доверия, как-то вроде их видно, конечно, все супер, но в таком прозрачном пакете, ну, не знаю, короче, решила попробовать, чтобы, вернее, решила купить, чтобы попробовать с вами. Так, здесь, конечно же, все написано в прозрачном виде, называются они хрустящие, чипсы картофельные хрустящие, картошка со вкусом копченых ребрышек и также были лук со сметаной, что ли, что-то такое, я решила копченые ребрышки взять, думаю, наверное, это будет вкуснее. Так, у нас здесь Москва, конечно же, как обычно, Московский область, вернее, Рускарп какой-то, так, сейчас мы состав поищем, состав, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, где-то около 6 Е добавок и, конечно, как всегда большой, ну, сам по себе большой состав. Показывать я не знаю, не буду вам, наверное, потому что здесь прозрачное и здесь 500 грамм. Взвешивать? О, Господи, давайте взвесим. Хорошо, давайте взвесим, так и быть, раз вам это так нужно. У меня вот такие вот весы в коробочке лежат всегда. у них такие штучки здесь. Так, сейчас проверю. Включаем. 514 грамм. Да, 514 грамм. Но я вас обманывать не буду, вы же мне верите, правда ведь? Если я сейчас возьму еще камеру сюда, понесу, потом ее поставлю, в итоге у меня получится неправильный ракус. Вы прекрасно знаете, что на моем канале всегда только вся правда. Я очень много сделаю разных обзоров и обманывать вас, конечно же, не буду. Так, сколько там было грамм? 500? 14 или 18? Я забыла. Короче, там еще сколько-то весит упаковка. Можно будет потом, если я не забуду, взвесить саму упаковку. Ну, в принципе, упаковка, кстати, может весить много, потому что я, помню, делала обзор и там реально упаковка весила много. По-моему, тоже это было из светофора. Не помню. Ну, давайте будем пробовать. Вкусные это чипсы или нет. Стоит их брать или нет. И опять нам кто понадобился? Ножницы. Здесь, кстати, пахнет такими ребрышками со вкусом чипсов. Не чипсы со вкусом ребрышек, а наоборот. Ребрышки со вкусом чипсов. Так. Ну, конечно, картофельные, скорее всего, здесь не нарезанный картофель, как это было раньше, когда-то лет десять назад, да? Даже больше. Здесь, скорее всего, это смесь. Здесь видно, что это смесь. Наверняка, мне кажется, что это делают картошку... Ну, не знаю, я бы лично сделала, наверное, картофельное пюре. Туда добавила манку, муку. Ну, манку, может, не добавляла, муку. Вкус какой-нибудь соль. Получился бы кусок теста. Потом раскатала его. Сделала круглешочки и либо запекла в духовке, либо пожарила масло. Не знаю, мне такое в голову приходит. Не знаю, надо попробовать будет с вами сделать его. Ну, если, конечно, вы мне поставите где-нибудь 15 лайков хотя бы за этот маленький кулинарный рецепт, тогда, может быть, я с вами приготовлю 15 лайков. 15, 15, 15. Так, давайте пробовать. Нормально, кстати, вкусно. Они очень такие, знаете, соленые совсем чуть-чуть. Прям, знаете, вот капельку соленую. Вот пересоленые, вот сильно соленые, вот просто соленые. Это, знаете, чуточку. Больше ощущаются сами хрустящие чипсы и вкус этих там копченых ребрышек. И вкус самих этих копченых ребрышек. Чувствуется еще немножко какая-то острота. Что-то остренькое. В принципе, об этом должны были написать. Потому что не все люди любят острый. Я не люблю, например. Ну, такое. Довольно вкусное. Ну, что так. Ну, когда жуешь, кстати, чувствуется, что это именно смесь перемешанная, а не картошка. То есть, допустим, есть другие чипсы из светофора. Я на них делала обзор. Будет на них конечность заставки ролика. Я поставлю, какие чипсы. Они реально похожи, как будто действительно тонко нарезанный картофель. Ну, блин, они классные. Они просто обалденно вкусные. Эти, конечно, немножко другие. Ну, в принципе, допустим, если к вам пришли друзья, большая компания, можно купить. Тарелочку там наложил такую большую, красиво налил там всем пивка. И, пожалуй, сидим, едим называется. Сидим, едим, пьем. Вот. Ну, как, кстати, ну, тянет, реально прям тянет на них. Хочется еще одну так, вторую, третью, четвертую, пятую, десятую. Мне больше всего понравилось то, что они не сильно соленые, потому что предыдущие чипсы я покупала в фикс прайсе с морской солью. Там настолько было много соли, они были просто пересоленые. Там была, по-моему, русская картошка. Блин, я ее доела с большим трудом. Реально я с большим трудом их доела. Они были просто пересоленые. Их есть было невозможно. Обычно я покупаю всегда чипсы с солью. То есть они не бывают пересоленые. Там достаточно соли. То тут, не знаю, просто кошмар. А здесь вот прям классные. И они такие хрустящие. Честно говоря, хочется на камеру похрустеть. Мне кажется, вам слышат, как они хрустят. Да? Слышно же? Напишите в комментарии. Можно прям объесть. 500 грамм. Ну, в принципе, вот из-за этого я не покупала. Потому что их еще и много. То есть, если не понравится, то одеваться будет некуда. Придется либо доедать, либо куда-то девать. Но выбрасывать, конечно, я никогда не выбрасываю продукты. Я знаю, что это выбрасывать грех. Нельзя. У меня просто не поднимается рука. То есть, вы заплатили... Я заплатила за них деньги. И потом взять просто и выкинуть на помойку. Это... Ну, не знаю. Не могу я так. Может, воспитана не так. Не знаю. Ну, мама меня может выбросить спокойно. То есть, я нет. Нет, значит, это не от воспитания. Это, наверное, зависит от знака зодиака какого-нибудь. Или когда там ребенок рождается под определенную луну. Или там, я не знаю, когда там эти звезды как-то там сошлись в один прекрасный день. И там родился этот замечательный ребенок. Ну, короче, не знаю. Это я уже начинаю сейчас вспоминать. Где-то я там что-то слышала. Там, если малыш родится там в определенную... Там что-то он там будет... Или определенные года, месяца. И он там может стать вундеркиндом. Не знаю. Короче, кто-то из блогеров беременной ходит сейчас. Или уже родил. Я помню, что там говорилось. Там, по-моему, кстати, сказали семнадцатый год. У меня как раз Дима семнадцатого. И потом еще какой-то год. Наверное, двадцать первый. Как раз в двадцать первом году у нас некоторые блогеры рожают. Вот. Кто-то в конце двадцатого родил. А кто-то вот в двадцать первом как раз рожает. Дети будут вундеркинды. Нет. Вундеркинд. 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 Короче, супер умные дети. Хотя, честно говоря, мне иногда кажется. Если ты с ребенком с самого рождения занимаешься. Занимаешься. То есть он привыкает к тому, что он бегает, допустим, целый день по квартире. И есть определенные часы для занятий. Как бы он это запоминает. И он начинает сам тянуться. Ну, не знаю. По крайней мере у меня с ребенком вот так. То есть бывает, конечно, по несколько недель я с ними вообще не занимаюсь. Он сам подбегает ко мне и говорит, мама, давай заниматься. Вот сейчас ребенку три с половиной. Он говорит, мама, давай заниматься. Давай заниматься. Давай алфавит учить. Давай цифры учить. То есть он сам уже подбегает. Я начала с ним заниматься. Я начала с ним заниматься где-то с месяцев. Семи, наверное. 6-7 месяцев. У меня ничего не получилось. Потом был эффект. Я помню, ба-ба-ба, ма-ма-ма. Была тишина. С утра позанималась. Вечером уже был эффект. Он начал у меня разговаривать уже. Ба-ба-ба, ма-ма-ма, та-та-та и так далее. Вот. И потом я начала с ним уже конкретно основательно заниматься. В 10 месяцев он у меня уже знал абсолютно все животные, как разговаривают. В 10 месяцев. Абсолютно все. Как собачка разговаривает. Причем я говорила, как собачка именно разговаривает. Если скажешь, как собачка лает, то есть это уже как поросенок хлюкает. То есть это тоже уже другое. Это уже как будто бы вы ребенку даете подсказку. Сколько будет 2 плюс 2? Там 4. Спрашивайте у него. Также вы уже дали подсказку. Он вам отвечает 4. То есть я всегда стараюсь все сделать сложнее, чтобы ребенок доходил до этого сам. Мне кажется так интересно. И он абсолютно все знал. Вот. Как мы с вами про матчипсов перешли в совершенно другую тему. Как мы с вами перешли-то? Ладно, уже забыла. Так. Ну ладно. Мы с вами все почти попробовали. Знаете, я подумала, наверное, давайте в этих конфетах мы с вами покопошимся отдельно. Я сниму, скорее всего, отдельный ролик. Он будет называться что-нибудь там про детство. Потому что, скорее всего, мне кажется, вы не досмотрели этот ролик до конца. Вот. Мало кто досмотрел. Поэтому, скорее всего, сделаю отдельно. Там у меня два мешка, два килограмма конфет разных совершенно. И я хочу, чтобы вы видели, какие конфеты я раскладываю. Скорее всего, это я отдельно запишу на неделе. В ближайшие дни. И где-то там, рядышком, он вытучил. Не знаю. Короче, придумаю название. Ммм. Они так хрустят оболзенно. Кстати, с Кока-Колой оболзенно вкусно. сладкая кока-кола и соленые чипсы прям бог не пиво и его чипсы чипсы кока-кола прямо самое такое вкусняшка пенка так все мы с вами все почти попробовали живинку мы с вами уже эти конфеты пробовали я потом ходили открою то сейчас все за раз съем такая смотрите мои другие ролики мои влоги так мы сонечком живем путешествуем отдыхаем занимаемся развиваемся влоги выходят каждый день чтобы не пропустить обязательно подписывайтесь так кнопка для подписания наверное вот с этой стороны будет где-то там или с вашей стороны может с этой короче не знаю прошлый раз я показывала когда я сидела монтировала оказалось что он с другой стороны находится надо запомнить будет с такой стороны вот на колокольчик нажмите чтобы не пропустить этот ролик который выйдет уже завтра у меня влоги выходят каждый день обзоры на продукты через день и вот такие вот букмаки обзоры на продукты болтушки они выходят ну как получится если конечно эта тема вас реально заденет реально зайдет то я могу писать чаще может быть они когда-нибудь заменят влоги которые вы очень мало и плохо смотрите не знаю пишите комментарии что вам больше всего нравится обзоры или влоги и вот такие вот обзоры болтушки обязательно пишите мне будет интересно так комментарии значит подписались колокольчик нажали вам все а лайки 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 самые главные лайки обязательно очень люблю лайки и всем пока пока с вами был канал артмания